Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Захотели – добились. Ульяновцы облагораживают придомовые территории вместе с подрядчиками. В «Белом ключе» пытались взорвать склад с химикатами. После издательского дома «Ульяновская правда» создадут сквер журналистов. По ТВЦ покажут вкусные места Ульяновска. Благоустройство сообща. Ульяновцы облагораживают придомовые территории вместе с подрядчиками. Напомню, что президент России Владимир Путин поручил к 2024 году повысить показатели качества городской среды в российских городах на 30% и сократить в соответствии с этим индексом количество городов с неблагоприятной средой в два раза. В Ульяновске сразу несколько дворов благоустраивается по программе формирования комфортной городской среды. Глава региона Сергей Морозов проконтролировал работы в Ленинском районе. Вот уже 45 лет Валентина Владимировна проживает в многоквартирном доме номер 4 по улице Подлесная. Все это время жители сами наводили порядок в своем дворе. Красили заборы, сажали цветы и деревья в полисадниках, убирали мусор. В этом году Валентина Владимировна вместе с другими собственниками квартир участвует в программе формирования комфортной городской среды. Все в программу входило. У нас благоустройство площадки детской, площадки тренажерной и асфальтовое покрытие, дорог и дорожек. Ну как-то программу сузили немножко. Сейчас детскую площадку и тренажерную площадку исключили. Но нам обещали помочь. Глава региона лично проконтролировал ход работ, обратил внимание чиновников на вопросы капремонта дома и облагораживания фасада здания. Также Сергей Морозов высоко оценил старания жителей по благоустройству придомовой территории. Кто такая рукодельница? А вот она. Помогли бы нам его делать. Кто такой красотой делает? Мы говорим, что ты. У нее груша хорошая. У нее грушка, раз приезжайте на груши. А что здесь нет такой красоты? Нет, мы здесь успеем. Пусть сначала все сделают и тут успеем. Ну что? Подрядчик, в свою очередь, заверил, что в ближайшее время во дворе все работы будут выполнены качественно и в срок. Работы практически выполнены. Осталось только проезжую часть асфальт принять. Тротуары, все проходы, подходы выполнены. За время объезда глава региона также проконтролировал ход работ на территории новой строящейся школы в микрорайоне Искра. А также заехал во двор на проспекте Нариманово, 89А. Местные жители ежемесячно выходят на уборку территории и своими руками наводят красоту на детской площадке. Убираем мы, собираем мы, и мусор убираем, и праздники какие-то делаем. Все это организовываем. Улучшение своей жизни, жизни, качества. Напомним, в Ульяновской области продолжается реализация проекта формирования комфортной городской среды. По данной программе, в городе в 2019 году будут отремонтированы 16 дворов по области 82. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. За Ленинским районом пришел черед железнодорожного. Несколько автодорог района уже отремонтировано. Кое-где работы еще ведутся. Главное не только качественно положить асфальт, но и успеть срок до 1 сентября. Дальше работу будут принимать правительства, депутаты и, конечно, сами жители. Сегодня, во время объезда железнодорожного района, губернатор Сергей Морозов осмотрел благоустройство 4-го микрорайона. В частности, улиц Пушкинской и 12 сентября. В этом году на улицах проходит ремонт дорожного полотна, замена бордюров и пешеходной зоны. Глава региона пообщался с местными жителями и высказал подрядчикам и ответственным лицам свои замечания. 1 сентября все здесь взяли на себя обязательства подготовиться, привести в порядок. Не обошел стороной глава региона издания издательского дома «Ульяновская правда», рядом с которым идет строительство кафе-пекарни и ремонт пешеходной зоны. Сергей Морозов предложил городоначальникам облагородить небольшой сквер, где бы могли отдохнуть не только акулы-пера, но и жители окрестных домов. Мы совместно с региональным отделением союза журналистов обсуждали этот вопрос. То есть есть идеи, как он может выглядеть. У нас одна из идей была, чтобы там был памятник газете, потому что здесь находится как раз редакция старейшей газеты «Ульяновская правда». В сквере планируют установить пилоны с портретами заслуженных ветеранов отрасли, внесших весомый вклад в развитие журналистики и в целом региона. Хлеб всему голова, а поэтому его производству в регионе уделяют пристальное внимание. Со следующего года начнется модернизация предприятия пищевой промышленности «Ульяновск Хлебпром». Инвестиции в проект больше 200 миллионов рублей. Хлеб всему голова, а поэтому его производству в регионе уделяется пристальное внимание. Сегодня Сергей Морозов посетил одну из площадок городообразующего предприятия «Ульяновск Хлебпром». Встретился с сотрудниками и осмотрел выпускаемую продукцию. Хлебопекарная фабрика имеет пять площадок, на которых трудится 800 человек. В следующем году планируется начать большую модернизацию. Объем инвестиций, который планирует направить руководство предприятия «Хлебпром» буквально за 2019-2020 год, составит порядка 200 миллионов рублей. И, соответственно, следующим этапом у нас будет уже следующий завод, скажем так, модернизироваться. Также планируется чуть более 200 миллионов рублей направить, соответственно, на инвестиции. В первую очередь на производственной площадке хлебозавода номер 3 на проспекте Гая будет введена новая линия. Таким образом, объем выпускаемой продукции увеличится с 20 тонн хлеба до 27. А чтобы работать на новом оборудовании, сотрудники пройдут курсы повышения квалификации. Мы планируем внедрить новую линию для большего количества выпускаемой продукции, а также расширения ассортиментов жаных сортов. Она позволит этой линии нам минимизировать ручной труд. На другие площадки также будет закуплено хлебопекарное оборудование. В целом предприятие легкой промышленности выпускает 70 тонн хлеба в сутки, обеспечивая главным продуктом больницы, школы и детские сады. Модернизация позволит снизить сдержки и увеличить рентабельность. А это значит увеличение налоговых поступлений и зарплат. Мы рассказываем о новостях не только регионы, но и районов области. Так, в Николаевском районе обсудили реализацию программы поддержки местных инициатив. В числе проектов замена оконных блоков в школах муниципалитета. Установлены жесткие сроки для уточнения сметных расходов и подготовки документов. Также в районе продолжается оказание помощи будущим первоклассникам и их родителям в рамках акции «Помоги собраться в школу». Глава администрации Николаевского района Сергей Кузин вручил ребятам ранцы, письменные принадлежности и форму. Напомним, почти 18 тысяч будущих первоклассников Ульяновской области уже стали участниками благотворительной акции. В районе продолжают подготовку к новому учебному году. Проводятся межведомственные выезды вместе с сотрудниками полиции по проверке готовности школьных маршрутов к сезону. В «Белом ключе» террористы взорвали емкость с мазутом и убили заложника. Оперативники совместно с МЧС провели тактические учения. Подробности в нашем сюжете. Оперативный штаб Ульяновской области провел тактико-специальное учение на территории котельного цеха филиала «Т-Плюс». Главная цель – проверить уровень антитеррористической защищенности объекта. По легенде, группа вооруженных террористов напала на здание, захватив заложников. После того, как террористы выдвинули неприемлемые требования и убили человека, оперативники приступили к штурму котельной. Завязался непродолжительный бой, итогом которого стала полная ликвидация условных террористов. После обследования объекта опергруппа обнаружила самодельное взрывное устройство, установленное на складе с токсическими химикатами. За пару минут ящик «Пандоры» был успешно обезврежен. В процессе отработки различных вводных задач проведено блокирование, оцепление, выполнен комплекс лечебно-эвакуационных, аварийно-спасательных, оперативно-розыскных, радиоконтрразведывательных, оперативно-технических мероприятий. Оперативный штаб проводил учения совместно с силами МЧС. По легенде, незадолго до штурма преступники условно совершили подрыв емкости с мазутом. Силами спасателей России Пульяновской области возгорание было ликвидировано. На данном мероприятии были задействованы подразделения Главного управления МЧС России по Ульяновской области, отрабатываются вопросы эвакуации персонала с предприятия в случае захвата и вопросы по ликвидации, минимизации последствий взрыва. В ближайшее время на заседании оперативного штаба будет проведен комплексный разбор полетов учений, после чего будут выработаны меры по совершенствованию системы мер по борьбе с терроризмом. Новости Улправда ТВ. И снова Ульяновск выбран для съемок нового фильма, который в дальнейшем покажут на канале ТВЦ. Это стало возможным благодаря работе кинокомиссии, созданной при поддержке Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Агентства стратегических инициатив для развития кино и телепроизводства на территории региона. Дебютные кадры были отсняты сегодня. На съемочной площадке побывала Ирина Антонова. Новый двухсерийный кинофильм по заказу ТВЦ будет полностью снят в Ульяновске. Его рабочее название «Правда». Режиссером картины является Андрей Силкин, за плечами которого около 20 киноработ. Ульяновск, потому что это такая уже некая столица киноиндустрии, потому что сюда приезжают уже второй год снимать. И мы не первые, я думаю, мы не последние. И здесь замечательно, я считаю, что как-то развивается кино, развивается культура, и привлекаются местные и люди, и местные артисты, потому что у нас в группе съемочной есть и люди, которые из Ульяновска, то есть уже которые работали в кино, уже знают эту систему, знают эту схему, и вот нас она не помогает, и я думаю, что все вообще отлично будет. Фильм «Правда», как пояснил режиссер, это человеческая история с элементами детектива. Для первого съемочного дня был выбран салон красоты, расположенный на улице Красноармейской. По словам режиссера, в следующие кадры попадут бизнес-центры, рестораны, офисы, квартиры. В общем, в фильме покажут самые красивые и вкусные места Ульяновска. Ну а какой детектив без погони, это тоже будет. В фильме «Правда» задействованы известные актеры театра и кино. Татьяна Козючиц, Кирилл Жандаров, Сергей Векслер, Дмитрий Муляр, Галина Бакашевская. Коротко о характере своего героя и сюжетной линии нам рассказал актер театра и кино Кирилл Жандаров. Это парень, которого подставили, обычный парень, его подставили, и он пытается найти эту самую правду. Он выходит на героиню, которая может знать правду, Ульяновскую правду. Ну и они находят эту самую правду. Компанию известным актерам театра и кино составили обычные ульяновцы, которые снялись в массовке. Новый телевизионный проект будет сниматься в течение двух недель. Планируется выпуск двух серий по 44 минуты. Сериал покажет на телеканале ТВЦ в конце ноября. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Улл Правда ТВ. Завтра в регионе ожидается теплая погода, местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха составит 24 градуса тепла, ветер южный до 18 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова